«Хозяюшка, работа за еду есть?» Баба Марфа с трудом разогнула спину и оторвалась о грядке с луком, оглядываясь на голос. Из-за калитки торчала голова неухоженного бородатого мужика. «Да как не быть-то, работу найду, да и тарелка супа сыщется», — отвечала пожилая женщина. «А что за работа?» — не унимался прохожий. «Навоз по грядкам разнести, картошку прополоть, водицы принести, да мало ли чего еще, в деревне работа никогда не заканчивается». «Так я готов на все, хозяюшка!» — жамкая в руках кепку, незнакомец вошел в калитку. «Николай я!» И мужчина раскланился. «А ты откуда взялся-то, Николай, в наших краях?» — спросила Баба Марфа мужчину. «Да так, бомжую помаленьку», — честно признался Николай. После выполненной работы сидели Марфа с Николаем в избе. На столе дымился горячий обед и пахло свежим хлебом. Начались разговоры, да расспросы о том, о сем. Марфа поведала о своей жизни, что давно живет одна. Мужа лет пятнадцать назад косолапый зверь в лесу заломал. Он был хорошим охотником, да вот не повезло ему в этот раз. Мужа потеряла, дочку в одиночку поднимала на ноги. Как школу закончила, в город уехала учиться, а потом по распределению укатила далеко, и там осталось жить. Замуж вышла. Работает. Дети у нее уже есть. Да вот только видит их Марфа редко. Дорога в копеечку обходится. Вот только и остается, что письма друг другу писать, да в соседнее село на почту бегать, на переговорный пункт. Так вот и живу, подытожила Марфа. Тяжело все-таки одной, особенно под старость. Ну, а ты-то как, Николай, как без крыши над головой остался. Жил я в деревне в доме с матерью, стал рассказывать мужчина. Хорошо жили, дружно. Я работал в колхозе, мать по дому суетилась. Дом хороший у нас был, просторный, красивый. Мой батя когда-то его своими руками поставил. А еще у меня сестричка была. Она в городе жила с мужем. Сеструха младшая моложе меня на 10 годков. Больно любили ее родители и баловали с самого детства. И вот мать помирает. И оказывается, что дом по завещанию она сестре отписала. До сих пор понять не могу, зачем она так сделала. Да чего уж там, бог ей судья. Сестра в наследство вступила, но мне сказала, живи, мол, колька, сколько надо. Дом не этот без большой надобности. Мне бы дураку тогда дом на себя переписать, но только мы ведь все думаем задним умом. Ну а в скорости сестра моя в городе под машину попала. Насмерть сбили. Так вот, а мужик-то ее таким ушлым оказался. Он-то теперь единственный наследник получается, потому как детей у них не было. Вот и выпер он меня из родного дома. А мне что оставалось делать? Все соседи ему хором говорили, что не по-человечески так поступать, не по-христиански. А он заладил все тут теперь мое. Все принадлежит только мне по закону. Ну, я собрал все свои пожитки и ушел из родного гнезда. Вот из Китая, с поселом, да по деревням, перебиваясь чаще случайными заработками. А семьи у меня никогда не было. Пожалела баба Марфа, человека бездомного, и пригласила пожить у нее. Только вы не подумайте, чего этакого-то какого. Просто одному человеку жить тяжело на белом свете, а двоим уж проще. Да и веселей, и по хозяйству подмога. Поселила его Марфа в небольшой пристройке, что у нее на подворье стояло. А Николаю и там хорошо. Крыша над головой есть, печка, кровать железная, стол и посуда кое-какая, чайник, тарелки, кружки да ложки. А по вечерам после работы ходил он к бабе Марфе телевизор смотреть, чаи гонять, да о жизни беседовать. Николай оказался добрым и хорошим человеком. Спокойным, безотказным. А что еще надо? Один год он прожил у Марфы, и не было ей теперь так тоскливо. И работник он хороший, было с ним о чем поговорить и не злоупотреблял. Хозяйку не обижал, относился к ней с почестем и благодарностью за то, что приютила она горемыку. Николай отремонтировал крышу на доме и баньку подлатал, и дров наколит, воды натаскает, зимой снег почистит. Но видела Марфа тоску в глазах постояльца. Только понять не могла, с чем это связано. В этот год с ранней весны стал Николай ходить в лес. Сперва на болото за Черемшой, потом за Щавелем на лесные пригорки, потом пошла земляника, а за ней и черника. Ягоды домой приносил и на продажу тоже собирал, а денежки Марфе отдавал на хозяйственные нужды. Как-то раз, исследуя лес, наткнулся Николай на старый заброшенный зимой. И так захотелось ему опять хозяином в доме побыть. Застерил окошки, починил дверь, лавки в сторожке подлатал и старый стол. Николай прочистил дымоход в печи и даже первую топку сделал. Принес из деревни соломы и старых подушек до одеяла. Все лето Николай обустраивал жилье, точно как птичка вил гнездышко. А тут уж и осень пришла. Грибы пошли. Стал Николай частенько в избушке с ночевкой оставаться. Грибы дело хлопотное. Собрать можно быстро, а вот почистить, перебрать, да на зиму заготовить. Это занятие много времени занимает. Заготовит часть и для Марфы несет в деревню. Баба Марфа уже привыкла, что жилец ее подолгу остается в лесу и сильно не переживала. Но когда на пятый день он не объявился, Марфа забила тревогу. Местные стали расспрашивать, что да как, где, мол, избушка. А она и знать не знает, в какую сторону бежать. Кругом леса непроходимые. Тайга на сотни и тысячи километров раскинулась. Поискали его недельку и не нашли. Решили, что сгинул, как Марфин муж когда-то. Объявился Николай через месяц с небольшим. Уже льдом начали лужи покрываться по утрам. Шел он прихрамывая, опираясь на какую-то толстую палку. Обросший, исхудавший, но зато живой. Как обустроил я избушку свою, рассказывает Николай, так и зажил в ней по-хозяйски, как вроде это мой дом, собственный. Давно такого чувства не испытывал. Ты ж, баба Марфа, не обижайся, не в обиду тебе, милая, сказано. Но хозяин это звучит гордо, не то, что бомж какой-то. Стал я рыбку удить потихоньку, да ловушки на мелкую дичь ставить. А тут слышу, как-то рано утром кто-то в дверь скребется. И вот знаешь, как будто плачет, как ребенок маленький. Вышел, значит, я на крыльцо, а там рысенок, но такой крохотный, такой жалкий, аж сердце сжалось. Пищит, мяукает, потерялся, видимо, я руками его трогать не стал. Вдруг мать объявится, так, чтобы на нем моего запаха не осталось. А вот рыбки ему вынес немного и подстилку из старого мешка на крыльце соорудил. Так пару дней рысенка этого я и подкармливал. А ему, видимо, понравилось у меня. Он на крылечке устроился и уходить не собирался. А на третий день мамаша его объявилась. Нашла таки свое сокровище. Я долго в окошко за ней наблюдал. Она все вокруг заимки проверила, все обнюхала, даже остатки ребрышек, что я ее детенышу давал. Долго она на меня смотрела, прямо в самую душу глазами заползала, как будто запоминала. Потом взяла своего рысенка зубами за шкирку и унесла в лес. А через пару дней пошел я на реку, за водой. На обратном пути, переходя неглубокий овраг, неожиданно оступился, потерял равновесие и кубарем покатился. Почувствовал резкую боль в ноге, отключил осознание и я вырубился. Ты знаешь? Я даже не знаю, насколько. Очнулся, оценил обстановку и кое-как разорвал штанину, осмотрев рану. Ногу разбарабанила, опухла и болела так, что не наступить. Лежу на дне оврага. Хорошо, хоть избушка моя не шибко далеко была. Пришлось на животе ползти к ней. При малейшем движении тела пронзала адская боль. Сколько я провалялся в полузнательном состоянии в избе, я и не помню. На следующий день, вечером, в полуоткрытую дверь, осторожно озираясь, вошла дикая кошка. А за ней и ее детеныш. Конечно, я уже приготовился к самому худшему. Каково же было мое удивление, когда рысь запрыгнула ко мне на лавку, легла рядом и стала вылизывать мою больную ногу. А ее рысенок забрался на мою грудь и свернулся клубком. А на следующий день мама рысь принесла в зубах огромную рыбину и положила рядом со мной на лавку. Теперь она кормила меня и лечила мою рану. Приходила каждый день с добычей в зубах, а потом вылизывала мою рану на ноге. Холодными ночами они с рысенком спасали меня от холода, согревая своим теплом. На рыбе я прожил почти три недели. Потом, когда почувствовал, что могу потихоньку наступать на ногу, то соорудил шину из старой рубашки и деревяшек. Стал потихоньку выходить из сторожки, опираясь на корягу. Когда нога почти зажила и я смог ходить, то поспешил скорее в деревню. Знаю, что ты, баба Марфа, переживала сильно за меня. Но теперь все будет хорошо. Видишь, я живу.